Бест оф три будет точно так же. Мы увидели не до конца полный кэш в исполнении Простол. До этого был вообще провальный нюк в исполнении Кингвинов. Ну и третья решающая карта Миража. У меня на нее очень большие надежды. Не поверили букмекеры в команду Простол. Вот он коэффициент от ЕС.Б. 21 на нашу команду. В общем-то чуть меньше на Кингвин. Поехали смотреть. Это первый пистолетный раунд. Защита от поляков. Атака от Простол. И уже полетела там первая раскидка. Смог в окно. Также есть смог от дефа. Две флешки молотов у Айвана. И готова команда просто выходить на точку Б. Минист закрывает и Киндера. Это проблема. Кстати, интересное решение от поляков. Остаются строго с арморами. Рассчитывают по сути на контактные перестрелки, которые пока что выиграют без каких-либо проблем. Выход на базу Б. Маус. Отличный хэдшот. Забирает Фарича. Еще Киндзора хоронит минист. Ну и последний деф, которого забирают также без шансов. Насколько все-таки, да. Уверенный раунд от команды Кингвин. Все прочитали, все поподжимали. Полетели направо-налево. И просто тут имели довольно мало шансов. На самом деле, особенно после первых двух фрагов. Потому что минист сначала поджимается на точку Б, убивает одного. Потом яма тоже читается. И по сути 3 в 5 вы уже не выходите, потому что читаетесь. У вас уже минимум информации. Вы не играли по карте. Кстати, вот самые страшные наши с тобой опасения по поводу того, что просто проиграют пистолетный раунд. И вследствие могут действительно потерять контроль над эмоциями. И отдаться на мираже точно так же без шансов, как это было на кэше. Была такая теория, что менее опытный коллектив может сейчас вот после второй карты реально просесть очень сильно по морали и не выступить вообще в третьей карте. Дыха перекрывает уже дефа. Там не так уж и много было шансов, потому что слишком соперники здесь все точки эти смотрели. Пристально. И три игрока на центре. Уже два Айван не смог совладать с позицией. Минис его закрывает с Ауга. Ну и, в общем-то, такое ощущение то, что просто не смогут выйти даже на один фраг в этом раунде. И Киндер. Ой. Ну, сумбурное исполнение просто этого форсированного бая. Пока что только один минус от И Киндера. И то это больше, ну, где-то сверхуверенная игра от товарища Мауза. Да, вертуха четко услышал Раллинас. Без шансов его забирает. Кстати, это все три красных игрока команды Кингвин. Ну, еще остается Виктор Войтас. Это ошибочное действие, учитывая то, что там, ну, как бы, бомба не стоит на точке. То есть она, да, у соперника находится. Неважно, так зачем лезть вообще, посидите себе на точках. Он в атаке, он должен на вас выходить, а не вы на него. Ну, да, из абсолютно безопасной ситуации Кингвины сумели создать себе серьезные проблемы. А И Киндер получил шансы зацепиться за победу в этом раунде. Ну, самое главное то, что оба игрока из польской команды остались вместе. Они играют через коннектор, вышли на центр, а И Киндер еще не спешит. И есть время, чтобы похолодить, а потом уже выйти на точку, которая полностью оставлена. И там может быть поставлена бомба, хотя дыха разворачивается. И через коннектор играет по этой позиции. Ну, кстати, если я не ошибаюсь, да, должен слышать топ. Ну, и после этого спокойно И Киндера забирает 2-0. Кингвины, ну, в какой-то момент создали себе сами проблемы, но их и решили. Ну, пока по нолям у всех, кроме И Киндера, эти три фрага ушли в зачет личный. И мы смотрим очередной бай от команды, которая играет в защите. Что будет в атаке тоже вот интересно. Они тоже закупились. Они-то форсились, но надо покупать, надо покупать, потому что их хватает и на Калашину. Маг 10 от Айвана можно и выпускать первым. И мы смотрим на довольно такую дефолтную игру через центр. Плюс Б дом и ковры А. Фларыча уже потеряли. Спрей в дым от Раллина приносит первые плоды для команды Кингвина. Вот остался минист до последнего. Решил, ну, где-то пожадничал в этом моменте. Переагрессировал. И в итоге простошники ситуацию выровняли. 4 в 4 по-прежнему Маг 10 и 3 Ака 47 для просто. И, ну, практически оптимальная закупка для Кингвина. Ну, как-то проморгали только что этот врыв от Айвана. Если честно, думал, что его должны там по таймингам ожидать. И под флешку врыв от Раллина уже успешный. Минус попросту уже преимущество по живой силе в защите. Ну, и Киндзор все еще пытается найти свой фраг. Там Дых играет крайне аккуратно через тикетбокс. И выпускает противника через яму. Должна быть перетяжка. Два игрока в коннекторе у защиты. Это хорошая поддержка. Дыхе можно просто даже не открываться здесь. Ну, получил хаяшечку после этого. Немного Дых растерялся. Попытка в дыму найти игрока, который ставил бомбу. Но не получилось. Но в ту же секунду и Киндзор забрал. Без шансов для Просто. Единственное, чему простошники могут порадоваться, это установленные бомби и единственному минусу. Ой, как не хочется, чтобы все-таки это была настолько однокалиточная игра. Не хочется, чтобы Кингвин набирали слишком много раундов. Не то, чтобы я там болел бы так за команду Просто. Но дело в том, что нам нужна борьба. Нужен накал страстей на последней этой карте. Напоминаю, что команда, которая побеждает здесь, выходит в плей-офф. Ви плей Лакен Лод и завтра будет играть против Виталити в четвертьфинале. И вот он, фраг от Раллина. Ну, против такого слишком сложно играть, учитывая то, что это прострел дефолтный через смок на центре. Но Айван неплохо разменялся. Это был шанс для выхода дальнейшего. И как же круто Дыха спас здесь. Да, Дыха и Киндзор постраховал. Да. Точнее, не постраховал, а не дал ему сделать этот минус. Да, не дал сделать минус, потому что враг уже отходил с перезарядкой на ступеньке. Занимает центр Просто. Кстати, вот знаешь, сколько раундов подряд закупаются Простошники? Ну, будем считать, пистолет на это закупка. Второй был Форсбай, третий был Форсбай. И четвертый раунд опять-таки же есть девайсы. Просто, минимальное количество гранат. И здесь отталкиваться надо от агрессии команды Кингвин и при этом их устанавливать. Тут подсадка будет на зиге. Работает Раллен против Дефа. Фларыч на размене Дыха. Не отпускает и Киндера. Пока что все неплохо для защиты. Посмотрите, вот такое ощущение, что продолжается карта Декэш с хорошими разменами от игроков из Польши. Флажка еще одна полетела. Айван! Полуслепой забирает Миниса в окне. Неплохо. Да, казалось бы, пробежал Минис прицел Айвана, но потом вернулся. После чего Хэджут залетел. Да, он словил патрон своей головой. 3 в 3 ситуация, 50 секунд до конца. Парочка игроков команды просто в шаге от того, чтобы выйти на позиции Аплантам. Виктор Войтас не прощает этих ребят. Все просто для такого прожженного вепря. Команды Кингвин. Айван последний. У него есть бомба на руках. Есть шанс, если он сможет убить Мауза на точке Б. Он, кстати, играет тоже аккуратно. Ушел вообще на позицию Эдварда. Он будет вообще там танцевать на зиге, в общем-то. И даже если он пропустит по таймингам Айвана, то вместе это выбивание проведут ребята из Кингвин. Кстати, знаешь, не самое лучшее решение. Он мог банально оставаться на базе Б. Это огромное количество позиций, которые по-прежнему Айвана надо проверять. А так Ванечка бомбу поставит. Соответственно, забустит экономику для своего коллектива на следующий раунд. Да, он понимает, что если один в зиге, то второй находится точно не в маркете. Только сейчас туда подходит Дыха. Неплохо попадает. В итоге не отпускает. Айвана, да, тут было без шансов. Но все же бомбу дали поставить. С другой стороны, ты говоришь... Но это был подарок. Да, не самый лучший момент. Но с другой стороны, Маус там не отдался. То есть сам же сыграл где-то более сейвово. Саша, 15 секунд до конца. У него огромное количество позиций, которые он мог занимать на базе Б. У него игрок в коннекторе, который не пропустит по зигзагу. Что ты делаешь в лифтах? Ну, решил, что там, может быть, медом намазано. И, может быть, там какие-то девайсы лежали, которые его больше интересовали. Хотя он не обратил внимания на то, что у него было в руках. Может быть, просто хотел поменяться там чем-то. Пятый раунд. Смотрим. И очередная попытка команды просто выйти на первое очко. И это бомба, которая идет под очко. А при этом только один на центре, один под Б. Так, интересный момент. Парочка игроков просто по-прежнему не знает, что такое убийство. И я не удивлен, что среди них товарищ Кинзор. Да, не пошла у него игра. Однозначно на карте Дэкэш. Встречает уже выход через яму. Тут Кинзор. И на нюке у него не все получалось. Да, через ковры. Тас, кстати, в этой темке может тут наломать дров. И при этом Якиндер не может выходить глубокий. Молото прилетел тут в рампу. Еще и смоком закрывает Кинзора. Ну, знаешь, по таймингам поляки очень грамотно распоряжаются гранатами. И пока что вот пресекают все эти попытки просто агрессировать. Как в яме, так и в коврах. Минута до конца. Просто по раскидочке остается не так уж и много. И как с этим выходить абсолютно непонятно. Да, только один смог, три флешки и молотов остается в активе у атакующих игроков. И тут должны как-то на центре они найти для себя какую-то победу. Потому что без изначального первого фрага будет сложно выигрывать такой раунд. А времени остается все меньше и меньше. Это сплит на точку B. Ну, кстати, это отдельная заслуга команды Кингвин, которая варьирует агрессивный вариант защиты с пассивным. И в этом раунде как раз-таки они ждут агрессии со стороны Простой только после этого открываются. Никто не посмотрел на ладурум. Рален Дыха просто шикарно отыгрывают под базой B. Есть размен от Егиндера. Вау, а вот это момент переворота. 26 хп было у бойца команды Простой. На перетяжке Минис и Дыха. Кстати, Зиг тоже потихоньку может подключаться. Нет, это, видимо, игрок в андерграунде. Виктор Войтес будет заходить в спину. Бомба поставлена. На дефолте будет деф. Это очень хорошая позиция против выхода через дверь. Вот насколько ее будет Киндрайдер Ультминис. Промах с АВП. И это еще один фраг для Простой. Ой-ой-ой, Кинзор. В итоге отлетает от Азо. Тут слишком широко открывался. Что за позиция вообще? 2 на 2 ситуация. В итоге еще и Киндер там пытается жить. Деф заходит на Зиг. И это минус по и Киндеру, которого отдали только что. Хотя и знали, что соперник на морозе может садиться и именировать бомбу. Да, да. Тут уже на дефолте сидит Иха и не может выйти. И в итоге деф какой раунд только что продала команда Простой. Да, казалось бы, парни сумели разрулить этот выход на базу Б. Ведь все начиналось не так хорошо, как хотелось бы. Ну, все начинается с позиции Киндзора. То есть есть такая абсолютно дефолтная тема. То, что противник будет выходить. У него изначально будет прицел на твоей голове, если ты там стоишь. Вот понятно, что он может там как-то чекать. Пытаться там слева-справа проверить. Ты говоришь про Б-кобры? Да, да, да. То есть ТАС выходит и у него даже там не то чтобы реакция какая-то должна быть. Да, он просто выходит и ставит хэдшот, потому что сразу замечает соперника. А в CSGO у выходящего есть преимущество. И он это преимущество использовал только что и выкладывает своей командой очередной раунд. 5-0. Ну, вот, собственно, очередной провал от Киндзора, который не позволил его команде зацепиться за раунд. Правда, в этом раунде что-то получается. Дефы как раз-таки Кензыч делают по минусу. 3-5. И вот он реальный шанс забрать первый раунд на Мираже. Да, наконец-то появляется такая возможность. С Маком закрываются ковры. И Киндор остается в сэндвиче. Это, возможно, будет сюрприз для ТАСа, который может не проверить эту позицию. Он спускается в коннектор. Но на центре он найдет только своего тиммейта. Деф принимает Миниса, который тоже довольно активно сыграл на точке Б. Но это 2-5. Такое нужно забирать просто без шансов, без даже фрага врагу. Знаешь, такое ощущение, что не до конца поляки понимают, куда двигается атака. Сейчас ТАСа, возможно, такой думает, что заходит в спину противнику. Который может, конечно, выходить на точку Б с бомбой, но она поставлена на базе А. Так, я тебя нашел. Здравствуйте. Ну, уже нужно идти на сэйв. Понятно, что не угадали. Первый раунд. Ты знаешь, тот момент, когда ты позвонил в передачу еще у тебя, и Виктор Войтез находит своего двоюродного брата. Который заряжал воду у телевизора все это время на точке Б. Итак, 2-5 сэйв от Кингвин. Это действительно оптимальное решение в сложившейся ситуации. Но вот глядя на экономику поляков, просто если заберут следующий, то могут ресетнуть экономику, а там уже и продолжат набирать раунды в атаке. Для этого, конечно, уже очень важно сохранить эти два девайса, особенно Ралину. Ну, ТАСС будет спонсировать. Это тот самый боец, который очень мало погибал и строил свои деньги, свою экономику. Ну, и понятно, что никто после фрага по Фларычу не пошел уже в поиски, потому что сами деньги тоже должны копить у нас просто, которые выживали в этом моменте. И вот он деф, который, я думал, что там был какой-то вероломный просто поджим от Мауза, но нет, это залетало вот такое через смок. Да, просто нарандомил. Ну, и после этого подвалил еще и Мениса, повторная попытка поджима. Но все это просто контролировали. Итак, последние деньги для Кингвин. Шанс действительно перевернуть ситуацию опять-таки же в свою пользу. Остановить попытку просто оформить серию раундов, ну и не дать им комфортно чувствовать себя в атаке на мираже. Шанс сказать нет перезагрузки в атаке, потому что это будет равно смерти. Мауз ожидает выхода через смок. Довольно активно двигался до поры до времени Екиндер. Выход от бомбы зафиксировали на центр. ТАСС на коннекторе. За смоком пока что фларычи ожидают поджима через зиг. Там небольшая щелочка, которая помогает заметить противника. Ну и пока команда Кингвин под флешки не врывалась на центр. Понимает то, что по таймингам уже должны выходить из-под андерграунда противники. И это будет агрессия. Ну, заметьте, очень четко и слаженно действуют ребята из Кингвин. Под флешку врыв на центр карты. ТАСС и Раллин по минусу. 3 в 5. И просто даже разменяться не сумели в этой ситуации. ТАСС хоронит кинзора, пытавшуюся выйти по коврам. Ну и 2 в 5. Такое спасти будет невероятно сложно. Как же четко отработано только что было по центру защитой. Все, они понимали, как будет выходить в метро. Как нужно будет играть по центру против белого ящика. В общем-то, красота. Знаешь, они ждали появления игрока с подвала и моментально под его выход оформили контратаку. Ну и никто не смог ему помочь, потому что были классные флешки, которые не позволяли выйти нормально центру. Екиндер закрывает миниса под коврами. Это уже что-то для команды просто для дуэта с Айвоном, который должен состояться здесь на точке А, где бомба до сих пор еще не поставлена. Но в коннекторе уже 2 бойца команды Кингвин. Там еще и перетяжка такая массовая. Слишком долго. Они позволили стянуть все силы Кингвином под апвент и теперь попытаются поставить бомбу. Хотя сделать это будет невероятно сложно. Очередная ошибка от Дыхи. Это уже 3-5. Но дальше все спокойно. Ну, такое ощущение, что они не поверили в то, что еще кто-то там выйдет с коннектора. Ну, да, тут такое преимущество очень тяжело было. Растерять командик Кингвин. Сказал 3-5, а там было 3-2. Что-то уже... Простите, друзья, действительно долгий рабочий день. И видно, что это сказывается на адекватности ваших комментаторов. Ну, по крайней мере, нам нет. 4-50. Просто, в общем-то, ребята, да. Ну, это полностью оправданный коэффициент, учитывая то, что команда сейчас получила минус экономику. Да, деньги еще были, чтобы купить себе 3 АК-47, МАК-10 и ПТ-250. Это будет, возможно, довольно быстрый выход от Дефа на точку Б. Но дело в том, что он тут будет и гореть, и нужно как-то двигаться. Уже флажки полетели, саппортишь ее тиммейтов. Пока что не получается ни никого. Тут только минус АТОГа. Да, да. Тут уже, кстати, идти на Б, ну, такое себе решение. Понятно, что они слишком читаются. Да, тут просто спрей от Раллина. Маус на поддержке. Ну, дело в том, что все было прочитано еще до того, как они вышли. Потому что, ну, они, по сути, бежали. И слышали их соперники, которые находились на зиге. Так! И Киндер Фларыч отвечает на третьего. Не прочекали на Форресте. Это Маус, который смог одного забрать. И Киндер последний в пленте закрыт. С трех сторон сейчас будут забирать его. Но нет, одна сторона пала. Это был Маус, который слишком активно действовал. Но ему нужно было проверить это расположение. И тут уже Тасс останавливается. И должен задуматься о том, как будет играть его соперник. Потому что бомба-то не поставлена. Нужно подождать. Да, они действительно дают ему пространство для действия. Говорят, окей, ты хорошо стреляешь. Ты неплохо разрулил ситуацию на базе Б. Ну, вот теперь постарайся поставить бомбу. Дай нам информацию о своем месторасположении. А дальше мы все сделаем сами. Итак, Дыха и Тасс, новобранец команды Кингвин. И однозначно ветераны и самый, что ни на есть, легендарный игрок на польской сцене. Постараются выиграть эту дуэль против Екиндера. Скажем так, это было бы слишком, если бы они по одному сейчас пошли его пушить. Когда вот бомба лежит еще на земле. Понятно, что они об этом не знают. Но факт. Остается фактом то, что опытные игроки всегда будут так отыгрывать. И только потом при попытке установки пойдут. И здесь, кстати, не будет уже фейка. Дыха, кстати, еще чекает возможные выходы через коннектор, судя по всему. Нет, это все-таки Б. Получена была информация. Екиндер заходит в маркет. Получает по тебе Молотов. Какой неприятный Дыха! Отличная работа, да. Это идеальная игра. Отдыхи. Посадил Екиндер на коктейль Молотова. После чего спреем добрал игрока команды Pro100. Ну, кстати, интересная установка бомбы. Учитывая то, как бы ты не сел на нее, на эту бомбу, то ты неплохо просматриваешься из двери. И, я имею в виду, если бы ты сел слева, если бы как раз-таки смотреть с китчена. Или с окна, там тоже можно было хорошо прострелить эту позицию. Ну, по сути, это позиция под окном. Да, да, да. То есть это было очень круто. В общем-то, спасибо Екиндеру за этот момент. Это была неплохая попытка, но все же Дыха это все дело прочитал и закрыл. Ну что же, 7-1. И пока что мы ждем, когда Pro100 встряхнутся и постараются. И проснутся. И проснутся. Да, потому что вот где-то усыпили сами себя, такое ощущение после карты Данюк. Это был успех, это однозначно так. Но его нужно продолжать было, особенно против таких опытных игроков. Это, да, вот ТАСС. Это отдельный случай. Но тот же Маус, тот же Раллен, Минис, это ребята, которые не один уже год выступают на просцене. И они могут наказывать за любую расслабленность какую-то, любую вальяжность Маус. Забирает и Киндера. Это было под точкой Б. И это была соло-игра от игрока Pro100. Но с другой стороны, это были пистолеты, но попытка хоть кого-то забрать. Это по-прежнему только пистолеты. Глок P252, Дигла. Это все, на что Pro100 могут рассчитывать в этом раунде. Но, как видим, пока что как таковой идеи не наблюдается. Выход на центр карты. Попытка прохода по зигзагу. Здесь ТАСС. Все четко слышит. Забирает Айвана. Где размен? Почему как-то не собрано двигаются Pro100 по карте Мираж? Есть минус от Фларыча, но он один против пятерых. Да, забрал Раллина. Да, есть минус под духи. Да, неплохо залетает. Но с другой стороны, там и Маус, и остальные тоже остановились. Но нельзя там двигаться дальше активно, потому что никто не хочет терять свои девайсы. И давать шансы Фларычу. Но и здесь, вы знаете, Дула была замечена только что. И ТАСС таких не отпускает. Это факт. И команда Кинген забирает себе первую сторону на карте Демираж. Это третье решающее. Если вы только что подключились, повторяю, это матч за выход в плей-офф. Luck and load от WePlay. Победитель сразится с командой Vitality. Ой, а там Зиву. Там монстр, с которым никому бы не хотелось встречаться на самом деле. Потому что этот парень действительно показывал себя очень хорошо в последнее время. Если ты ставишь перед собой цель стать победителем турнира в Севом, то ты должен обыгрывать как команду БИГ, так и команду Хеврейзерс. Ну и не будем забывать про Vitality. Воу, агрессия от Мауза через Андер. Там Дев был готов к этому акту. И при этом поставил очень круто хэдшот. В общем-то без шансов, даже учитывая то, что под флешкой все это дело делали. И Дев не отпуская дыху. Сжег просто без шансов. Деха, да, пытался выйти, но при этом отмечаем еще от Фларыча классную гранату Молотова. Так, а что тут дальше? Продолжается агрессия со стороны команды Kinguin по Джима Трайлина. Смело, дерзко, нагло, по-другому это не назовешь. Таз также на центре прикрывает. Но если такое проиграть на самом деле команде просто, то это будет опустошение. Вот нельзя, ни в коем случае. Мне нравится, как действует Дев. Он просто стоит и ждет. Да, он понимает, что возможно здесь будет поджим, потому как был первый экшен, были размены. И противники могут использовать эту точку, чтобы для себя какую-то территорию выигрывать. И Дев, как опытный боец, все это дело прочитал. 2 в 4. Преимущества, которые нужно реализовать, ни в коем случае не погибать никому по одному. Таз вместе с минисом АК-47 и АВП. Так, Таз замечает одного противника в коврах, а там подсадка. И у Дева не будет шансов здесь. Ну вот нет понимания позиции и киндера. И с большой вероятностью это минус Виктор Войтерса потерять столь мощного персонажа. Видите? Да, это изикатка для и киндера. Ну что, минис последний против троих. Снайперская винтовка. До конца непонятно знают ли о том, где находится последний после этого выстрела. Точно понимают простошники, где игрок команды Кингвина и должны его закрывать. По-хорошему отпускать поляка нельзя. Там еще снайперская винтовка, которую нужно забирать. 60% убил Дев вражеской команды. Отличная работа от него, потому что вот проверил изначальную агрессию соперника на метро. Потом еще так жестко подождал еще одного соперника. Ну и самое главное, это не отпустил дыху. Знал, как играть против данной формации своих соперников. Ну и здесь, конечно же, дело времени. Было вот когда и киндер тот же подождет таза, а таз понимал, что нельзя было оставаться на ступеньках. Нужно было как-то вот попытаться перетянуться через свой респаун на тикетбоксе и угадать вектор выхода своих соперников. Ну и что ж, мы смотрим на первый, наверное, эко-раунд от команды Кингвина, да? Да, казалось бы, счет 8-1. Ну, тот счет, который позволяет стабилизировать экономику, но нет. Просто практически в каждом раунде пытались наносить максимальный урон экономике соперника, и это дает свои плоды. Да, раскидка на точку, а классика сейчас на ваших экранах. Все хорошо отыграно. Тут и молотов на лавочку, если будут врываться, да и под контролем фаербокс, и маус, дыха падает. Работа и киндера, и айвана отмечена, но с другой стороны есть спина, которая может сделать хотя бы какой-то фраг, но киндзор был на страже. Ну, готовы к этим выпадам, ребята, из простого. Правда, Ваня позицию Миница не прочитал, потерял снайперскую винтовку. Отпустят ли игрока команды Кингвин? Пока что отпускают, но Флорич отправляется уже на поиски. Четко слышит передвижение соперника по терровскому спауну и должен закрывать. Да. Ну, такими шагами можно попытаться дойти до счета 8-7. Это будет очень приятно для команды Pro100. Кстати, вы знаешь, более правильным решением, наверное, было бы постараться избавиться от снайперской винтовки, либо уже отстреливаться до конца. Просто бежать куда-то без понимания того, где находятся абсолютно все игроки команды Pro100 было опрометчивым решением. Ну и появился герой в команде простой. Это Якиндер, который делает очень много работы для своего коллектива. Наконец-то вот есть кто-то, кто делает важные фраги, который раз мы его отмечаем. И это были клатчи на точке B. Это были первые какие-то выходы на центр. Ну и, кстати, опасения выхода через яму. Да, Тасс откидывается с моком, но тут очень мало шансов на выживание. В итоге Кензор забирает его вместе с Якиндером. 5 на 4 ситуация. Дыха! Закрывает фару еще на коннекторе. Забирает его девайс и Якиндер уже на вражеском респауне переспроил Мауза. Какой же важный минус от Якиндера. Проиграй перестрелку против Мауза. Ситуация была кардинально противоположной. Итак, 3 в 4. Выбивание от Кенгвин, но оно отменяется. Да, Саша, ты абсолютно прав. Действительно, Якиндер проделывает колоссальную работу. Вот даже несмотря на то, что команда находилась в максимально сложном положении, Якиндер это игрок, который не сдается. Дело в том, что он себя комфортно очень не ощущает. Это видно вообще по всем движениям. Как он пытается активно нагнетать ситуацию, куда бы он ни выходил. На любой позиции он выступает первым номером. И попытка Раллина засейвить АУ, кстати, возможно, успешно, учитывая то, что в коннектор никто не направляется командой просто. Они все думали, что враг где-то или на Б, или в доме там находится. Враг у ворот на самом деле. Итак, коннектор. Позиция для сейва Раллина была действительно максимально продумана. И просто об этом даже не догадывались. Элитный счет у Раллина. 13-37. Вот. Но, вы знаете, элита элитой. Но при этом вы проигрываете уже три раунда подряд и атаки. Но у вас было настолько классное преимущество. Так читали соперника. Так вы осуществляли свои выпады. Потому что, в принципе, у меня были опасения о том, что это будет слишком уж одностороннее. Но про 100 самое главное то, что они с этим не согласны. И готовят вновь раскидку на точку А. Ну, знаешь, как мы и заказывали. Без зарубы на третьей решающей карте нам не обойтись. С учетом того, что только один сохраненный девайс у Кингвина в этом раунде, про 100 должны забирать пятый. И претендовать на действительно комфортный счет по итогам первой половины. Подсадка Раллина. Есть минус. Но дальше и киндер отвечает. Поварищ подхватил инициативу тиммейта. Забрал Миниса. Ну и тут просто в одну калитку. Ну, кстати, могло там по двум игрокам залететь на подсадки. Но не повезло. Немного команде Кингвин в этой ситуации сразу получили себе через смоки с калашейтом с ВП. Дыха должен уходить на сейф. И Маус тоже в поиске своего фрага с педу 150-го. Ну, действительно, Маусу есть смысл агрессировать, пытаться найти оружие, выбивать это оружие из рук Простошникова и пытаться сохранить на последующие раунды. Опять-таки же, экономика диффенса находится в очень хрупком состоянии. И даже закупаясь следующим, при этом проиграв раунд, Кингвины остаются без денег. И это действительно та проблема, которой полякам не избежать. Да, набираются уверенности Просто. Но тем нам интереснее смотреть, комментировать этот матч. Ребята, спасибо, что смотрите нас в это позднее время. Последняя карта. Ну и здесь Просто действительно совершает свой камбэк. Они уже это делают, потому что, еще раз напоминаю, все было очень плохо. 8-1 счет. Сейчас уже картина поинтереснее. И осталось посмотреть два последних раунда в первой половине. Ну вот, как будет выглядеть сетап оружия для Кингвина в этом раунде, это действительно вопрос. Однозначно можно сказать, что если АВП появится... А, кстати, я думал, будет если АВП, то мы не увидим армора. Минист где-то деньги насобирал. Есть и АВП, есть и легкий армор. И также покупает Минист ДК. Я не знаю, хороший ли это знак. Обычно эта граната вредит. Ой-ой-ой, Маус в итоге не совладался к Индером. Очередной опыт фраг. От него же можно даже отойти. Ну, кстати, там еще занимает эту точку на машине Раллен. Ну и сообщает своей команде то, что не стали развивать свой успех. Ребята из команды просто после этого фрага. Но рано или поздно могут вернуться. Посмотрите, там что-то происходит еще под окном. Возможно, будет подсадка на центре. Заметь, как зашевелились кингвины после этого минуса. Как только потеряли опорника БП-лента, Диффенс Кингвин начал выглядеть не так хорошо, как этого хотели поляки. Дыха ожидает выхода через дым. Кстати, Лад Дурум тоже неплохо просматривается для него. Там за смоком могут даже не замечать его противники. Но дело в том, что в лифт никто не заходит. Одного Козачка оставляет. Это будет выход через дом Б. И тут вопросы к Раллену. Как он будет принимать? Потому что слишком открыто сейчас он. Такие тайминги могут быть. И нет. Все-таки работает Раллен. Забирает от этого и Киндера. Нет, размена Кензор идет дальше. Деф в спину должен тоже заходить. Это проблема для команды Кингвин, которая перетягивается. Нет, перетяжки уже у таза. И как же все-таки про 100 по инфе своего тиммейта будут стягиваться на точку А. Отлично. Да, они просто развернулись. Но и Минис есть еще. Сделал минус по Виктору Уайтезу. Но вот теперь через подвал вся команда Простол двигается на базу А, чтобы поставить бомбу и забрать шестой раунд в атаке на Мираже. Действительно, коварный план сработал в исполнении команды Простол. Минис сможет спасти свою команду. Пропрыжка от одного бойца атаки. В итоге выходит забирать Фларыча. Размена нет. Кинзоу погибает. 2 на 2 ситуации в итоге. Как же так? Бомба потеряна. Минис. И Дыха тащит этот раунд для команды Кингвин. Как у них это получается? Это просто нереальный дефенс точка А. И как же хорошо сыграл снайпер команды Кингвин в стиле Крис Джей, я бы сказал. Потому что именно Крис спасал команду Моу Спорт уже не один раз с фаербокса. Вот это подъем переворота, друзья. Такого, наверное, простошники не ожидали. Это нокдаун. Это нокдаун, после которого просто подняться будет очень сложно. Последний раунд первой половины. Есть первый минус. Все тот же и Киндер находит на этот раз Виктора Войтеза, используя первый респаун и снайперскую винтовку. Ну, тут не сбавляет обороты обе команды. Раллен пошел в агрессию через центр. Но Фларыч замечает его противника. Это много, господи. Там еще Хэй полетает без шансов. До свидания, Фларыч. Вы уже будете играть в следующей стороне. 4 в 4. И, ну, тут деф, кстати, не мог выйти, учитывая то, что еще окно под контролем у него находилось. Раллен, кстати, все это время так и находится на зиге. Минис на хэдшот и на выход. Заметь, как фраги делает деф. Он дожидается агрессии со стороны команды Кингвин и без шансов их выключает. Это то, что работает. Вопрос, почему Кингвины к этому до сих пор не пришли. Итак, большинство у Просто попытка выхода на базу А. Здесь пока что только один игрок. Это Дыха. Но вот Дыха максимально жестко не палится. Дыха максимально, да. Там защищается, в общем-то, у него тактика бесконтактного боя. Пока что на точке. Якиндер закрывает уже Раллена, который тоже активности свои проявлял на коннекторе. Есть размен. Так, Маус тоже подходит. Закрыт пока что в коврах один игрок. Но с другой стороны, главное просто отморозиться, потому что бомба стоит. У вас есть игрок на центре. И нет граната. Бомба стоит под него. Там есть дефузы, но при этом нечем закрыться. Да, команде защиты в виде Дыхи и Мауса. Как выбивать это дело, пока непонятно. Попытка задергать простошников. Снайпер выходит. А это не снайпер. Подождите. Деф в итоге закрывает центр. Но как-то непонятно, вообще все это дело происходит. Если они проиграют этот раунд, это будет настоящий. Парамус. Парамус один на один ситуация. Нужно выйти. Маус забирает его дефуз или нет? Три, две, одна. Взрыв. И все-таки раунд для защиты. Нет. Атака побеждает. И все-таки смогли довести дело до конца. Парамус буквально доли секунды. За счет гейба просто ребята выигрывают этот раунд, который и так решил распорядиться судьбой этой бомбы. Знаешь, два раунда подряд, если бы проиграли просто вот таким вот образом, это был бы невероятный удар по морали. 38x73, ребята, записываем. Переходим на сайт vplay.tv и вводим этот код в соответствующем разделе. И завтра вы имеете уникальную возможность выиграть нож от vplay. Браво и киндер. Шикарная первая половина действительно был локомотивом команды Pro100. 19 фрагов, 4 ассиста, 10 смертей. Именно благодаря инициативе и действительно успешным действиям этого персонажа Pro100 смогли рассчитывать на столь по-прежнему комфортный счет. А ведь все начиналось со счета 8-1. И мы переживали, что это будет односторонняя игра. Да, это уже однозначно камбэк, который было бы неплохо провести еще и на следующей половине, начиная с пистолетного раунда. Вот набраться уверенности еще больше, потому что, ну когда у нас команда Pro100 брала пистолетный раунд? Я вот, если честно, у меня вылетело вообще из головы. Ну, такое ощущение то, что... На карте кэш в атаке они зацепились за пистолет. Да, 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 вот. А здесь, конечно, вот нужно повторять то же самое, делать и выходить на свою экономику. Атака от Кингвин готова уже раскидывать точку А, там от министра полетит Смок и, в общем-то, поддержка от дикоев. А нет, это сплит-выход на Аплэм. Да, да, да. А Смок в итоге у нас летит под коннектор, закрывается данная позиция уже в коврах, готов выходить еще один боец. Кингвин за фаербоксом, да. Да, там Кинзор вообще подрывается. Кинзор на точке Б, он принимает противника, это дыха, который забирает его на форсе, не работает. План еще и... Нет, все-таки он понимает то, что нужно убить хотя бы кого-то. Да, есть хэдшот, минист тоже погибает. И тот же таз срывается, он должен тоже давать размен. У него это получается 3 в 3, деф красный, бомба уже на точке находится. Какой минус от Вани? Просто шикарно не дает Виктору Войтузу пройти на плент. Большинство для команды простой и действительно хороший шанс все же одержать победу в этом пистолетном раунде. Закрывается в итоге выход на рампу, посмотрите на Раллина, он будет действовать на коннекторе, но бомба-то еще не на руках. Как играть Айвену? Он вообще пошел в поджим, непонятно куда. Он ожидает, что кто-то будет возвращаться через свой респаун. Но нет, мы-то знаем, что оба игрока тоже готовы встречать и центр, и контровский респаун. Но, кстати, времени еще более чем достаточно, 50 секунд только сейчас. Поляки подбирают бомбу, постараются ее поставить. Но вот теперь дело за малым, оформить это выбивание. Дефюски-то есть, это хорошие новости. Айван минус, Айван просто шикарно. Два патрона, два трупа, это победа для простого в пистолетном раунде. Это было очень чисто уверенно, конечно, от Ивана. Отличная работа, 7-9. И мы ждем решения команды Кингвин. Ну, исходя из счета, на самом деле, нужно провести вот сейчас полное эко. Ну, не чудить, не дурить там, не закупаться какими-то калашами, не сбрасывать их, а просто вот довести дело уже до первого нормального девайсного раунда в третьем. Простите, погрешность, было три патрона. Да, Саша абсолютно прав, но согласитесь, баланс силы восстановлен. Третья решающая карта. Коллективы забирают по одному пистолетному раунду. Ну, соответственно, все очень ровно. То, чего мы так с тобой хотели. Нет, они закупились, но это довольно интересное решение. Да, я понимаю, то, что поставили бомбу, заработали больше денег, но... АВП. Просто за счет этого раунда могут нормально так сыграть. И Айван все это дело прочитал, потому что именно он играет со снайперской винтовкой во второй раунде. Да, это было очень важно. АВП легкий армор, при этом у тиммейтов два фармгана. Фамас и Эмочка. Ну, знаешь, кстати, закупки очень-очень равны. Но, конечно, за счет снайперской винтовки есть некий перевес у Простого. Два дыма от Мауза и Таза, также две флешки молота в дыха. Будет раскидывать, и это выход на точку Б. Ребята, Кинзору вместе с Е-Киндером нельзя ошибаться. Это Фамас вместе с МП-9, у них есть молотов. Это самое главное. Нужно отрезать соперника и сразу же реагировать всем, кто может еще перетягиваться. А там еще перетяжка, посмотри, только одного Кинзора оставили на Б. Ой-ой-ой. Так, протекал Кинзор. Смачок под ноги, попытается отморозиться и сделать эти фраги. Интересная позиция. Ой, прыжок одного, тут минус таз, но Мауз Мизидыха отвечает. Ну как же тут не работает точка Б? Да, все-таки получается выйти поляком. Бомба уже на дефолте, и это сейв. Айвену нельзя идти, у него снайперская винтовка. Есть МП-9, который где-то может кого-то подрезать. МК, понятно, что тоже на сейв уходит. Ну, Кингвин, это был риск однозначно. Я вообще думал о том, что они сыграют Эко. Но это риск, который оправдался. Выход на точку Б. Потеряли в итоге одного таза, два калаша. Забрали Фамас. Ну и со скаутом дальше Минист тоже может активно действовать. У него это очень хорошо получается. Кстати, вы знаешь, ну это первый тревожный звоночек для простов. Вспоминая игру против Virtus.pro на карте Мираж, там было что-то подобное. Опорники Бпунта частенько проваливали свои позиции. И ВП обузили Бплэн. Да, но на каше, например, был Кинзор вместе с Айвоном, да, если не ошибаюсь. Потом вот и Киндер. Но опять же, он в перетяжке был. То есть постоянно нужно было двигаться, менять расположение. А это уже шанс поймать тебя на тайминге. Игрокам атаки, которые уже успели внедриться в этот Бплэнд. 18-й раунд на ваших экранах. И Айвону нужно спасать свою команду. Почему ему? Потому что, ну, где-то какой-то рез поймать с АВП. Нужно где-то поджать, забрать. И потом уже по всей карте работать. Тут ни в коем случае нельзя сидеть на одном месте. Так, ну, действительно, без инициативы АВП в этом раунде будет максимально бесполезным. Но попытка сделать минус на центре карты. Ваня получил дым, но пока что не встречает сопротивления со стороны Кингвинов. Интересно, почему без импровизации? Вот, например, прыгнуть вдвоем в андерграунд, подсадиться и убить Зига противника, например. Ну, так, как это делают вот те же бразильцы. Так, Дэф на чеке тоже встречает противника Кинзора. Забирает, как же так, и по девятую Дэфа на машине. Он уже горит. Тут забирает одного Дэфа, не выход. Или все-таки получается команде Кингвин. Тут очень сложно будет защищаться. Все-таки Кинзор забирает одного Дэфу. Пытается работать дальше. Минус Маус. Там дальше помощь будет. Утрально на пою Кинзору. Два хп у Айвана. Это снайперская винтовка. Пока что не включается. Так, если есть минус по Ралли. Но два на один ситуация. Минист последний со скаутом. Я напоминаю то, что у него есть позиция неплохая. Но при этом нельзя спешить. Игрокам защиты. Бомба до сих пор не поставлена. Где все это время находится Фуарич? Слишком долго идет на помощь. Но вот он постарается как раз-таки зайти в спину. Это будут бэк-авры. И это тот момент, которому Минист будет прочитать крайне сложно. Вот это развязка. Казалось бы, в этом раунде Кингвины все контролируют. Но нет. И Кингвина ситуацию кардинально изменил. Уперлись в ЭТБ уже второй раунд подряд. Возможно, сейчас нужно было более широко действовать. Но все-таки там узкое пространство. Вас уже читали. Там уже три игрока принимали. И даже пистолетов там хватает, чтобы закрывать без шансов этот выход. 32 секунды есть у Министа. Нужно уже потихоньку двигаться к точке. Очень хорошее решение. Отталкиваясь от позиции команды Pro100. Минист выбрал идеальное направление для атаки. Через коннектор под шифтом двигается в направлении Ап-Вентапа. Старается установить бомбу. А с учетом количества здоровья и отсутствия дефьюз-китов у команды Pro100 все может получиться. Айван не отпускает соперника. В итоге раунд в пользу команды Pro100. Отличная работа от бойца. 2% здоровья. И после этого Ванечка находит 2 минуса. И Pro100 цепляются за этот раунд. С одной стороны, хотел поставить бомбу на именно этой позиции игрок команды Кингвин. Чтобы уйти в контролирующий расплак. С другой стороны, борется Ивова. Нужно было, наверное, как-то подойти. Это оказалось опрометчивое решение. Да, да. Тут, возможно, стоило еще как-то под фаербоксом ставить. Хотя, опять же-таки, она устанавливалась на перспективу. На перспективу розыгрыша, что соперники пойдут дальше на плент и будут от дефуза играть. И вот они фраги отрали. Но с одной стороны ноги Киндер здесь тоже очень круто поработал. Где-то его не ожидали. Айван, такая позиция 2 хп еще и потом мог вступить в Молотов. Ну, знаешь, по-прежнему актуальна проблема базы Б. Киндзор в качестве опорника пока что не справляется. И что с этим надо делать? Возможно, один из вариантов это мобильность снайпера и смещение как раз-таки в Ване на Б-плент и пытаться именно там искать первые минуса. И запугивать кингвинов, чтобы не так смело ходили в гости к Б-пленту. Ну, такое ощущение, что хотят уже вернуться на А. Поляки оставили одного минуса на центре. Бомба до сих пор тоже под стартом. Троечка это Тасс, Люркер на точке Б. Ну и двое под А. Там яма плюс ковры. Это дефолт на контроль карты, на то, чтобы прочекать возможные поджимы от соперников. И потом уже будет решение от Виктора. Так, ну какой-то раунд без инициативы. Очень аккуратно действуют кингвины на центре карты. Вышли, не встретили сопротивления. Медленно, но уверенно двигаются к коннектору и к зигзагу. Возможно, отталкиваясь от подсадки, поляки постараются разыграть этот раунд. Вот она, красивейшая карта. Возможно, флешка будет лететь для Раллина в этот коннектор. Деф. Внедряется в смок. Но в радаре сейчас он появится у соперника. Тут очень опасно. Нельзя оставаться вообще. Нужно просто отойти в джангл. Он понимает, что, возможно, соперники еще и подсаживаются. Ну и, возможно, даже до этого дойдет. Ребята, посмотрите. Тут уже есть игрок под окном. До конца этого раунда и поляки пока что не торопятся. Ну и туда нужно убивать кого-то. Да, получается сбить только одного Раллина на размене. А 4 в 4 при этом Айван довольно битый. Воймал Мауза. Фларыча вообще могут не прочекать в этой ситуации, так как работает АВП еще раз по минису. И только сейчас выход от Дыхин. Но с другой стороны Фларыч и Киндер готовы дальше врываться и убивать возможную установку плента. И в бок тут должен убивать Киндер. Киндзор наконец-то делает то, что от него требуется. В свое время он приходит на помощь и ставит точку в раунде. 10-9 и просто оба прежнему на коне. Удовольствие уронить экономику Кингвина. И теперь начинается самое интересное. Да, вот они коэффициенты от ES.bet. Ой, ну, только на свой страх и риск. Как оно все менялось, да. Букмейкер переодевается. ES.bet, отталкиваясь от результативности команд. Но вы могли застраховать свою ставку, ребята. Это самое правильное решение. Да, да. Тут дело в том, что еще непонятно, как это все может обернуться вообще. Как для одной, так и для второй команды. Отличная реакция от Айвана. Кстати, такой пиксель. Ну, понятно, что он не самый простой с одной стороны, но снайпер должен попадать. И очень круто прочитал потом Миниса. Миниса в этой ситуации, конечно же, должен был помогать своим ребятам. Но потом такие врывы по одному на текетбокс. Но так вы не выигрываете раунд. 10-9. Минимальное преимущество поляков, но при этом нет у них денег. И это карт-бланш на выход на счет уже 10. 10 для команды про стоп. Промокод, не забывайте. И, заметь, абсолютно равная борьба. Но при этом у, например, того же Кинзора всего-то на всего 6 фрагов. У Фарича 7. Потеет за всех и киндер. Да. Он продолжает на себе уже во второй половине пытаться вытаскивать эти раунды. Можно играть 6-14, но при этом быть полезным. Самое главное не погибать первым. Не подводить свою команду. Мне кажется, это не та ситуация. Полезность в чем заключается? Ну, это какая-то граната, какая-то поддержка. Вот он выйдет первым. Вот активность на центре, например. Но это тир для команды просто. Да, получается дать размин против Айвана. Хэйдшот от Мауса по дефу. Но дальше уже вряд ли получится выйти. Потому что тут уже и киндер на конструкции, да и остальные ребята подошли, так как бомбу выбили. И заметь, как действовал деф. После трех минусов он не хотел уйти до конца. Он не свинчился на юсп. Он пытался засейвиться и уйти в коннектор. Дело в том, что посмотри на деньги. Тут нельзя терять их на самом-то деле. Ни в коем случае. Потому что у вас уже очень шаткая экономика. А счет-то равный сейчас будет. И атака, если дальше выходит на какой-то плент, ставит часто бомбу, то у нее в любом случае будет больше денег. И тут по максимуму сыграли ребята. Дальше Фларыч прочитал противника в Андере. И это минус Маус. И начинается самое интересное. Вот прямо сейчас. 10-10. Все с самого начала. Команды попытаются... Одна из команд постарается уже в этом раунде захватить позицию лидерства. Но было бы неплохо, конечно, чтобы это сделали просто. Потому что мы видели на протяжении всей карты Мираж лидирующую команду Кингвин. Это факт. Фларыч. Дефолтная откидка Молотова. Возможные выпады от соперника в яму. Мини спускается в Андер вместе с тиммейтами. Но тут ожидает, видимо, Кингвин какой-то авантюры. Потому что такой важный раунд. Они понимают, насколько все-таки должны играть их соперники неординарно. Но здесь, вы знаете, только близкие позиции я для себя отмечаю на точке А. Все остальное по дефолту. Но разве что на центре никого не находится. Посмотрите, как там вообще передвигается игрок Дыха, например. Деф, понятно, закрывает Миниса. Где Дыха находится? Дыха, Дыха, Дыха. Он уже готов внедряться в Кондровский респаун. Такое ощущение. И закрывать при этом перетяжку. А на точке Б трое. Ну там Контритца номером 7. Если я не ошибаюсь, это Айван. И он как раз таки ждет выпад от Дыхи. Фларич. Отличный минус. Маус забрал. Тафф также погибает. 2 в 5. Ну, просто готовы забрать 11-й раунд во второй половине. Да, все прочитано. В окне Дыха забирает одного Декиндера. Но Кинзор тут как тут не отпускает противника. Последний Раллен. А бомба-то двигается. Это бомба. Да, бомба должна быть поставлена в любом случае. Но самое главное. Дефу, Фларича и Кинзору не играть здесь по одному. Айван с АВП. И, ну, экономику нельзя терять. Это одно. Второе. Ну, вообще, в принципе, сыграть вместе. Задушить противника последнего. Он, кстати, неплохо поставил бомбу. Вышел за одного Кинзора. Так, ребята, это очень интересно сейчас может быть. Так, второго заметил Раллен. Но, опять-таки же, это информация для ребят из Просту. 100% Раллен. Один против троих. Три наполовину раздымаженных соперника. 57, 48, 54% здоровья. Раллен не самая лучшая позиция. Но, опять-таки же, непредсказуемо. Но все заканчивается на одном минусе. Да, неплохая попытка. Но в итоге Деф уже сыграл в размин. После падения одного из Просту на Зиге. И наша команда выходит вперед. Тут можно немного выдохнуть. С другой стороны, у противника все еще есть деньги, чтобы нормально закупиться. И тут будет решение от Виктора Войтаса. Это будут пистолеты с арморами с раскидкой? Или все-таки выход на какие-то автоматические винтовки? С другой стороны, тут вопросы даже не о деньгах, не о девайсах, а какую тактику использовать еще. Потому что Просту уже, ну, дело в том, что ко всему готовы такое ощущение. Да и Просту за вот эту серию взятых раундов солидно укрепили свою экономику. И одним взятым ее не уронить. И это действительно то, что позволяет Простошникам чувствовать себя комфортно. И, кстати, вот, Саша, посмотри. Кинзор, мы отмечали, что по фрагам не самый лучший, но при этом у него больше всего денег. 10 тысяч 500 долларов, имеет кинзор в запасе, и это вот некий банк. Да, это та эффективность, о которой мы говорили, даже без фрагов. То есть главное не погибать. Ну, хотя смерти у него больше, чем у всех. Но это неважно, учитывая, что за последнее время у него не так уж и много смертей. Он там, понятно, что может подойти по точку Б, где-то на зиге тоже показаться. Свой фраг вот, например, недавно дал, так что в копилку вот этот хедшот вложил своей командой, чтобы выйти уже на счет 11-10. С другой стороны, есть минист, который тоже довольно много ошибается. Вот мы, конечно, довольно много говорили о кинзоре. Это что касается, ну, какого-то антигеройства. Но нет. Минист тоже такой игрок, который должен играть с АВП, который играет часто со скаутом, но часто промахивается и проигрывает перестрелки тому же Айвуну, например. Так, вот это интересно. У троих игроков просто отвалился интернет, и как быстро удастся ребятам пофиксить эту проблему, это огромный вопрос. Кстати, по поводу министа, знаешь, ну вот, если вспоминать все происходящее на этом мираже, то у кинзора особо таких моментов ты сразу и не вспомнишь. Но вот ситуация, в которой минист вытащил раунд за сторону контртеррористов с АВП, ситуации 2 в 4, это было ярко. И даже несмотря на его, казалось бы, не самую лучшую статистику, один раунд, в котором он действительно мощно зажег, можно отметить. Да, это факт. Однозначно. Ну, в общем-то, ждем. Мы возвращаем, возвращение игроков команды Pro100. Надеемся, что вот они пофиксят абсолютно все свои проблемы с интернетом. Время-то позднее, в общем-то, и накал страстей. Вы знаете, ну, уже мы настолько разгорячились здесь, что нужно заканчивать, потому что, ну, по сути, уже близки к апогею этого миража. Кстати, знаешь, что ты мне подсказываешь? Что троица игроков — это Айван, Деф и Кинзор. Это как раз-таки ребята, которые находятся в Киеве и с большой вероятностью находятся сейчас на своей тренировочной базе. Но, опять-таки же, это не точно, это только догадка. Но по пингу, по пингу... Кстати, по пингу — не факт. Там есть Кинзор, у которого 45. Ну, опять же-таки, он же не меняется там. Я имею в виду, он стоит на месте, так как они вылетели. У нас сейчас будет другая совсем картина. Нет, к тому, что вот когда на момент вылета три игрока, которые находились на ванне, которые отскочили, вот у них должна быть приблизительно одинаковая ситуация по пингу. И вот Кинзор в эту троицу не вписывается. Да, это интересно. В общем-то, как вообще команда себя ощущает после майнера, который, ну, понятно, что прошел не по их сценарию. Какая работа вообще будет проведена? Потому что недавно была новость о том, что Сеня переходит вообще в основной, скажем так... На постоянную основу. Да, постоянная основа будет помогать ребятам вообще развиваться в этом плане. Потому что, ну, по сути, ну, были изменения, в составе в какой-то момент, да, то есть был уклон четко на то, чтобы попасть на главную квалификацию и наконец-то заработать себе стикеры. Но сдача пока что невыполнима, да. И понятно, что здесь вот есть очень крутая возможность показать себя на таком турнире от WePlay. Ну что ж, поехали смотреть. Это 22-й раунд и бай от обеих команд на конструкцию. Отличное решение выйти к Индеру, потому что до серии такого не было. Еще это попытка угадать и удивить. Но на старт никто из Кингвин не пошел. Ой, Саш, страшно. Опять-таки же отправляются в направлении базы B. Ребята из Кингвин, а там все тот же Киндзор и на этот раз без какой-либо поддержки тиммейтов. Это тот момент, которым могут воспользоваться Кингвины. У Киндзора Ук. Но, с другой стороны, просто понимая то, что нужно еще работать на центре. Там, кстати, выход будет через метро. Дыха вместе с тазом. Дэф! Забирает одного. Это был простил. Еще молотом закрывается. И по и Киндеру, ты знаешь, тут могут поработать. Оба игрока выходящие на старт. Но нет, не получается, это у Ралина. Но Минист не отпускает обидчика тиммейта. Но все еще размен в пользу команды в защите. Да, действительно, четко Минист на размене сыграл в этой ситуации. А ведь могли просто получить двойное преимущество. И, по сути, без шансов уже закрывать этот раунд. 55 секунд до конца. Маус, Тасс и Минист против Айвана, Дэфа, Фларича и Киндзора. Двигаются в направлении Апунта. Два яма, один коннектор. Ну, вот как раз-таки ближняя позиция Фларича во многом решит все в этом моменте. Поджим, забрал Мауза. Второго пока что не видел. Да, можно даже отходить, тут не особо-то воевать. И, ты знаешь, тут вопрос был, но Минист не справляется в итоге с Фларичем. А бомба уже на земле. 29 секунд для Таза, но там 5 хп. Это уже конец для Виктора Войтеса. Ну, да, по сути, после перестрелки с Киндзором Виктор Войтес на волоске остался жив. Но Киндзору, опять-таки же, не хватает самую малость. Что ж такое? Ну, 7800, все нормально. То есть будет байк, кстати, снайперская винтовка. Интересно, будет ли она у него на руках, учитывая то, что соперники сейчас по экономике должны закупаться полуфорсами. Об этом должен подумать капитан команды Простой, если он считает деньги. Но было бы жестко, если бы они сейчас просто побежали на точку В, а там Киндзор с АВП. С другой стороны, это совсем другая история. Будет раскидка на А, получает дыха под себя молотов. И я думаю, что вскоре мы увидим вообще это внедрение на данную позицию. Айван просто уходит на дистанцию. Итак, 2 Кафорс от Кингвин. 3 ЦЗшки Дигл и Тег 9. Есть арморы, есть раскидка, попытка вскрыть оборону базы А. Давайте смотреть, что из этого выйдет. Простой пока что справляются безупречно. Ну, как безупречно? Троих потеряли. Красный минис, 4% здоровья. Но с большой вероятностью раунд должен проиграть. Должен закрывать противника. Нет, это Киндзор, который из Зига тоже прикрывает своего тиммейта. Отличная работа. Команда Простой уже близка к тому, чтобы выбить Кингвин с этого чемпионата и пройти дальше в плей-офф для того, чтобы мы еще завтра посмотрели на эту пятерку. Да, это будет интересно. Опять-таки же в матч-апе против Виталити. Виталити как Кингвины, так и Простой выглядит однозначно аутсайдерами. Но вот с учетом рвения, ну и какой-то дополнительной мотивации от Простой, надеемся, что у них, возможно, что-то получится. Но надо для этого закрыть сначала Кингвин. Отточенные движения Киндера дали свои плоды. В очередной раз он прыгает с окна на конструкторе, потом на Зиге делает свой минус. Все получается. Там еще была поддержка от снайпера, который не выпускает старт. Все пока что под контролем защиты. Дыха, Маус и Таз остаются. Они слишком далеко друг от друга находятся. Но, во всяком случае, дуэт под точкой и один Дыха, который, возможно, будет на себя стягивать внимание на базе Б. Но вот как у него это получится, мы узнаем совсем скоро. Особенно учитывая то, что Кинзор держит это окно с АВП, у Дыхи мало шансов. Но решили все-таки, ребята, перетянуться абсолютно все на точку Б. Они вспомнили, кто отвечает за АВП, но у Кинзора есть небольшой сюрприз. Это снайперская винтовка, кстати, которую он показал в прошлом раунде. Но, походу, поляки ее не боятся. Ну и как же он выйдет? Да, это минус по Дыхе. Кстати, Дыхе нельзя было погибать, когда твоя команда, когда твое звено еще перетяжку. Там совершает Маус вести Тазом. Понятно, что будут идти дальше. Кинзор поменял расположение, забирает еще одного Мауса через окно. Таз последний, Виктор. Кинзор, вам нужно выход искать в этом раунде, потому что здесь все закрыто. И Кинзор, последний фраг 14-10. И что там по деньгам у нас? Все очень скромно. Ну, там проиграна солидная серия раундов. Со счета 10-7 просто не проигрывают раунды за сторону контртеррористов. Действительно видно, насколько жестко собрались парни и не отпускают. Даже Кинзор начал убивать. Ну да. Ну, рано или поздно это случается. То есть не может так быть, что прям игроку настолько не везет. Но дело в том, что невезения было довольно много у него. Ну, как оказалось, все дело в девайсе. Как только взял снайперскую винтовку, сразу появились фраги. Да, Фларик, кстати, поджимает сейчас точку B. И ребята, которые находятся на зиге и на точке, могут вообще перетягиваться. Потому что он сообщает, что это 100% вне B. Это выход A. Да, есть вся необходимая информация для ProStone. Но пока что только один игрок находится на приеме. Кинзор, промах с АВП. Тем временем поляки уже заполонили пространство Аплента. Ну и Кинзору осталось жить считанные секунды. Оу, Маус, неплохо там бомба устанавливается на дефолте. А Иван должен просаживать противника. Да, там все-таки дыха не проходит на этот девайс. Молотов под и Киндера. Это не очень приятно. С другой стороны, все же есть преимущество по игрокам у команды ProStone. Но оба игрока сейчас у Кинген были на сэндвиче. Подсадка на ступеньки. И Киндер может здесь попасть под этот дигл. Да, это то, что скорее всего прочитать будет крайне сложно. Но заметьте, Киндер особо не торопится. Даже с учетом того, что бомба поставлена. Очень четко и грамотно пытаются действовать простошники. Но уже и Киндера потеряли. Но бомба-то стоит не на коннектор. Вот в чем вопрос. Она вообще на дефолте. И ни один, ни второй игрок атаки сейчас не находится там, где можно постелить эту бомбу. В итоге бомба будет депузиться. О, и Ралли набивает Адамона там. Мороз не раз меня спасал. Да, разминировал это 15-10. Матч в пользу команды ProStone. Как же близко это было. Ну, опять-таки же, стоит отметить хладнокровие игроков команды ProStone. Браво, парни в такой сложнейшей ситуации. Четко понимали, что есть вот эти доли секунды. Бросить дым, пропрыгнуть к бомбе, дефьюзнуть, забайтить игрока с ямы. И после этого его забрать и вернуться к разминированию бомбы. Все просто идеально. В идеале, конечно, было бы неплохо игроку команды Kinguin в яме рискнуть и пойти в ковры. Пока там был ретейк. Ну, да. То есть хоть как-то попытаться, чтобы выйти на бомбу нормально, а не сбежать через ямы. Наверное, не ожидал, что настолько долго и методично будут ProStone выбивать. Да, ну, где-то нужно было действительно принимать такие решения. Более интересные, потому что, ну, прямолинейно там, опять же-таки, одного вышли, прочекали второго, там даже не стали ждать. Раздефузили бомбу, вышли на пятнадцатый. И сейчас неплохой бай от поляков. Вернее, даже отличный. Это снайперская винтовка 4К47. Есть два ВП от ProStone, но это не новость. Кензор все еще чекает дом B. Ну, там есть три игрока. Бомба тоже перетягивается потихоньку. Все еще два игрока на распе. И это будет, видимо, небольшой фейк. С раскидкой на точку А, но выходом бомбы на Б. Да уж, да уж, да уж. Очередная проверка на прочность для Кензора. Тем временем у нас есть некий фейк. Виктор Войтез успел забрать фваричи, но при этом сгорает в коктейле Молотова от Дефа. Ну и вот он, выход на БФМ. Да, тут будет сложно, ребята. 11 хп для Киндер, но он забирает Миниса без шансов. Кензор за Форестом. Встречает Дыху. Дыха уже не на сервере. Три на два ситуация в итоге. Маус вместе с Ралленом. И как же ставить эту бомбу? Да никак. В итоге смоком тушится. Кензор пытается выйти. В итоге Раллен забирает его. Паритет. Два на два ситуация. Айван и Деф. Должны выйти вместе. И вот он, выход через спину. Минус по Раллену. Последний остается у нас Маус. И он попадает под Айвана. И именно он, если честно, должен был заработать этот фраг. Потому что для меня лично, ну он и Якиндер это главные. Лучшие игроки. Команды просто. Молодцы. Субтитры сделал DimaTorzok.